Радик Васылов, пусть и не ярый рыбак, но в таких соревнованиях участвует всегда. На турнир пришел не один, а с сыном Альбертом. Говорит, что рыбалка их сближает. Почему с сыном ухожу? Потому что хочу воспитать качество настоящего мужчины, охрана природы и сближение отца с сыном. Не ради победы, а скорее ради удовольствия. Так объясняет причина участия в турнире Айнас Исламов. Он ученик пятого класса одной из школ города. На таком турнире впервые. Технику ловли рыба объяснил учитель технологии. Интересно рыбачить. Я рыбачу с другом, с взрослыми. Меня сейчас бы научил дергать удочку и рыбачить. Эти участники просидели возле лунки около часа, но Клев их так и не порадовал. А вот мужчине в камуфляже наша съемочная группа принесла удачу. Под прицелом камеры он поймал свою первую рыбу. Посоревноваться в мастерстве ловли рыбы приехали со всех школ города и воспитанники приюта «Надежда». Есть и те, кто решил испытать удачу всей семьей. Сегодня я говорю, кто пойдет на рыбалку? Самый младший. Я пойду. Несмотря на погоду. С папой, конечно, охота везде побыть. Потому что работа, когда выпадает время, всегда с папой, всегда что-нибудь делать. Снег чистить, пора дому. Где-то на рыбалку общественность. Сразу бегом с папой. Организаторы турнира «Зимние рыбалки» – координаторы клуба «Отцов». Общественная организация была создана в 2015 году для поддержки и воспитания мальчиков, растущих в неполных семьях. Это отцы, которым есть что передать нашему будущему поколению, для подрастающего поколения. Я думаю, что сегодняшнее мероприятие, именно вот эта рыбалка, объединит отцов, детей. И мы будем с вами популяризировать зимнюю рыбалку. Неспроста сегодня. И погода такая, как бы, снежная, настоящая рыбацкая. В клубе состоят около 80 пап. Мужчину учат мальчишек рыбалки чинить машину, чистить снег, строить роботов, рубить дрова. И, конечно, показывают на своем примере, что значит быть мужчиной в доме. Вот лопаты, снег покидали, порыбачили, уху сварили, кашу сейчас армейскую сварим. Мероприятие, прошедшее у реки Вятка, было приурочено и ко дню гражданской обороны. С 1 марта Всемирный день гражданской обороны, поэтому все это как бы немножко и приурочено к этому. А гражданская оборона – это безопасная жизнедеятельность населения страны в целом. В ходе мероприятия всех присутствующих угощали ухо и солдатской кашей. Преподаватель 4-й городской школы Олег Донсков провел занятия по обучению стрельбе.